Ребята, всем привет! Меня зовут Артём, и вы на канале для изучения русского языка Russian Progress. Изучение посредством просмотра вот таких видео, где я говорю спонтанно, где есть субтитры. Включайте, кстати, субтитры. И сегодня в этом видео я хотел бы вам рассказать о своём образе жизни на карантине. Потому что коронавирус добрался и до Сибири, и я сейчас в Новосибирске, кто не знает. И сегодня я хотел бы поговорить о моих каких-то ритуалах, о том, что я делаю практически каждый день сейчас на карантине. И пока я буду вам рассказывать о своём образе жизни, мы отправимся с вами в лес. Здесь, где я живу, неподалёку есть лес, и я подумал, что почему бы вам его не показать, и почему бы не подышать свежим воздухом. Вон там у нас лес, вот он, вот это лес. Так что пойдёмте, и походу буду вам рассказывать. Так, обязательно берём водичку. Берём водичку, потому что воду пить очень важно и полезно. И наушники. Наушники мы тоже берём, чтобы потом на обратном пути послушать какую-нибудь аудиокнигу. Я сейчас слушаю, кстати, Мартина Идена, Джека Лондона, и это моя одиннадцатая книга в этом году. Кстати, по поводу книг будет выпуск подкаста. Десять книг, которые я прочитал в этом году, и я вам расскажу о том, какие книги на меня произвели наибольшее впечатление, какие мне больше всего понравились. И я опубликую его после этого видео, то есть дня через три-четыре-пять. Баб, пойду подышу свежим воздухом. Давай, давай ты. Смотри, там на расстоянии сходила и общайся. Хорошо. Да, походи. Не общайся вообще. Хорошо, хорошо, баб. Не скучай тут. Давай, пока. Так, сейчас я буду обуваться. Обуваться это называется. Вот это у нас штука-ложка, она немножечко кривая, но, тем не менее, справляется со своими задачами. Вот я обулся. Сейчас буду одеваться. Оделся. Да, кстати, не знаю, возможно, вам это пригодится. Это застёгивать куртку. Застёгивать — это расстёгивать. Я застегнул куртку, я расстегнул куртку. Я надеваю капюшон, надеваю капюшон или надеваю шапку, надеваю шапку. Но сегодня на улице тепло, поэтому я не буду надевать шапку и не буду надевать капюшон. Ну и мне нравится моя прическа. Поэтому пойдём так. Вот у нас во дворе уже всё высохло практически. Велосипед. Иногда катаюсь на велосипеде. А это у нас мангал, который нужен для приготовления мяса, для приготовления шашлыка. Вот там у нас гараж. И идёмте. Идёмте, пока ещё солнце светит. Вот так вот выглядит весна у нас в деревне. Вот такая вот красота. Я когда вот это вижу на самом деле, я думаю, что мне не хотелось бы тут жить всю жизнь. Потому что как-то это очень грустно. Хорошо, как у вас? Хорошо. Да, ребят, вы знаете, вот здесь на самом деле не сложно сидеть дома. Особенно сейчас. Весной в Сибири. Особенно в районе, где я живу. Хотя это не так далеко от центра. Но тем не менее это частный сектор. Здесь не сложно сидеть на карантине. Не сложно сидеть дома. Потому что ты не хочешь просто потонуть в грязи. Ты не хочешь просто вот этого вот всего. И поэтому, конечно, сама среда, она как бы тебя мотивирует. Оставаться дома. Сидеть в чистоте. И не пачкать обувь. В общем, в России сидеть на карантине — это вполне реально. Это сейчас самое подходящее время. Вот тут у нас овраг. Это называется овраг. Уже слышно, как бурлит речка. И вот здесь вот дома. Через деревья здесь вот дома. И мы идём сейчас в лес. Сегодня я встал очень поздно. И вообще сейчас, да и в принципе всегда у меня проблемы со сном. В том плане, что я не могу научиться ложиться рано и, соответственно, вставать рано. Вот, например, сегодня я встал в час. И когда ты встаёшь в час, когда встаёшь поздно, ты разбитый. Ты уже просыпаешься с ощущением, что ты что-то пропустил. Вот я помню, пару дней назад буквально я встал, ну во сколько, в шесть каким-то образом. Знаете, это совершенно другое ощущение, потому что ты чувствуешь связь с природой. Ты наблюдаешь за тем, как она просыпается. После того, как я встал, я пролистываю ленту в Инстаграме. Хотя я сейчас в своём личном Инстаграме не сижу, чтобы больше времени посвящать Russian Progress. Но в целом да, такая плохая привычка. Потом я спускаюсь, чищу зубы, моюсь, одеваюсь и иду завтракать. Завтракаю я обычно по-разному в России, ну по крайней мере в моей семье. У нас нет каких-то чётких правил, что нужно есть на завтрак, что нужно есть на обед и так далее. В общих чертах, конечно, да. То есть, как правило, на завтрак какую-то сладкую пищу, углеводную пищу. Но, в принципе, я могу и суп поесть, и мясо какое-то на завтрак. То есть, для меня это нормально. И смотрите, какая красота здесь. Мне очень повезло, что у меня есть возможность вот так вот выходить, гулять по лесу, дышать свежим воздухом, смотреть на всю эту красоту в полной изоляции. Никого нет вокруг, тишина, только птицы поют и очень приятно. Ну так вот, дальше я иду за компьютер. И, кстати, я всегда сажусь за компьютер с бутылкой воды. И, как правило, за день я её всю выпиваю. Я сажусь за компьютер. За компьютером я либо смотрю YouTube, либо работаю над Russian Progress. То есть, записываю подкаст и потом пишу транскрипцию. Кстати, сейчас почему-то я чаще записываю именно подкаст. Смотрите на эти лучи солнца, как красиво. Вот здесь у нас такая кормушка для птиц. Хотя здесь, здесь какие-то шишки одни. В общем, да, прекрасно. Вот, сейчас я почему-то больше занимаюсь именно подкастом. Если вы не подписаны, то подписывайтесь. В подкасте как-то можно больше сказать. Последние мои выпуски, они на 30 минут. Очень такие содержательные. И мне интересен этот формат. Ну и, глядя на статистику, на сайте больше всего смотрят именно подкасты. Вот, слушают выпуски подкаста больше всего. Видео почему-то меньше. Вот, так что немножко я подзабил на канал, немного реже стал публиковать. Но сейчас, возможно, буду как-то это восстанавливать. Но я считаю, что важен визуальный аспект для видео. И важна краткость. Это два основных отличия. То, что подкаст предполагается, что он дольше. И, понятно, там нет видео. Хотя я записываю видео подкасты. А видео здесь я стараюсь вам показывать что-то. Вот как раз выбрался. Потому что видео для того и нужно, чтобы смотреть прежде всего. Ну и вот, кстати, я там увидел человека сейчас. Ключевой, наверное, момент — то, что мой образ жизни практически не поменялся с тех пор, как у нас объявили карантин. Потому что я и так всегда смотрел YouTube, я и так всегда занимался Russian Progress. Единственное, что меня отвлекали путешествия. Меня отвлекали путешествия и то, что я много ходил, много гулял. Я увлекаюсь урбанистикой, увлекаюсь городской средой. И поэтому я немножко подписываю, немножко пишу также на эту тему в своём Инстаграме. Но так как сейчас я кроме леса нигде не бываю, я, соответственно, от этого отрезан. И сейчас мой главный фокус — это Russian Progress. Это у нас тополя. Тополя. Вот это тополь. Вот это у нас сосны. Сосна. И дальше у нас будут берёзы. Берёзы, которые ассоциируются, конечно, у всех, наверное, с Россией. Хотя в Финляндии они тоже есть. Ну и в других странах, конечно, тоже. Вот здесь у нас можно разглядеть следы от снегохода. Кто-то здесь ездит на снегоходе, катается. И вот у нас начинают появляться берёзы. Берёзки русские. Вот. Но больше всего мне, конечно, здесь нравятся сосны, потому что они зелёные круглый год. Они поднимают настроение и просто очень красивые. Кормушек, кстати, много здесь. Вот заботятся о птицах. Здесь, кстати, ещё много белок. Если увижу, то обязательно вам покажу. Там у нас вдалеке виднеется уже берёзовая роща такая. Берёзовая роща. То есть там, где много берёз, то у нас называется берёзовая роща. Ну что, ребят, мы подбираемся уже к этому прекрасному месту. Лидей, на моё удивление, нет. Я думал, что будет больше людей, потому что, я думаю, все думают о том, что в лесу-то никого не должно быть. Там сейчас по громкоговорителю говорят. Во избежание распространения коронавирусной инфекции просим вас оставаться дома. Вообще, на самом деле, мне не особо нравится, как... Какие меры принимают у нас здесь Новосибирске, потому что... Во-первых, у нас сирены какие-то... ...то есть в десять, в одиннадцать утра я слышал сирены. Просто как будто у нас апокалипсис уже. Не успокаивают народ, а как-то запугивают. Вот это мне не особо нравится. Ну и вот, мы пришли на это место. Туда дальше мы уже не пойдём. Хотя там тоже красиво, но может в другой раз. Ой, я провалился в снег. Вот так вот. Такое умиротворение здесь прям. Как, смотрите. Как раз-то... Тишина, спокойствие. Ну и напоследок ещё одна вещь, которой я сейчас занимаюсь активно, это прослушивание аудиокниг. Как я и сказал, я сейчас на одиннадцатой книге. И это всё мой челлендж, который я себе устроил. Сто книг в этом году. И, очевидно, я опаздываю пока. Потому что три месяца прошло, я прочитал только десять книг. Прослушал, точнее. И мне ещё осталось девяносто. Вот. Ну, в принципе, даже если я не достигну этой цели, это будет огромный тоже, огромное достижение. Потому что я никогда так много книг не читал. Вот. И это здорово, конечно. И вам, ребята, я тоже рекомендую провести это время с пользой. Читать книги, смотреть какие-то фильмы. Я, кстати, об этом записывал подкаст, что делать. И просто наслаждайтесь этим моментом. Цените своё время с близкими. Если у вас есть возможность куда-то выбираться на природу, где нет много людей, то пользуйтесь этим. И ещё одна вещь — это то, что сейчас мы можем заняться наконец-то домом. Потому что вряд ли когда-то, когда ты молод и так далее, ты хочешь там чё-то чинить, чё-то делать. Такое... домашние какие-то дела. Но сейчас делать особо нечего. Я, например, сейчас каждый день выбираюсь, чтобы почистить снег, убрать лёд там, или не знаю, в общем, что-то сделать во дворе. Так что на этом на сегодня всё, ребят. Буду периодически вот так вот выходить в лес, гулять, рассказывать вам о чём-то. Напишите, кстати, о чём вы хотели бы, чтобы я вам рассказал, какие темы вам интересны. Сегодня у нас такое разговорное видео, потому что давно ещё я проводил опрос на Патреоне, и там ребята выбрали, что самое интересное для них — это разговорный русский. То есть на втором месте диалоги и так далее по категориям. Поэтому такие видео будут, не болейте, оставайтесь в хорошем настроении, будьте позитивны. Мы с вами скоро увидимся в новых видео. Всем пока! Все-таки надел капюшон, а то прохладно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok